Всем привет, с вами Дричент, и да, это новый выпуск Чёрного Списка, и сегодня мы будем проверять, как обманывают жёны на час. Ну, жёны на час, вы понимаете, не в плане, там, переспать и так далее, а тоже вот есть муж на час такая функция, там, что-то сделать, что-то убрать, что-то приготовить, что-то постирать, погладить, ну, типа такого вот. По факту, чем-то похоже Алина Поль, мощницу по дому, там, горничная, уборщица, ну, вот, только она может ещё там тебе что-то приготовить, такая разнорабочая женщина. Вот в чём они могут обманывать, как они работают и так далее, узнаем прямо сейчас. Ну что, мы начинаем. Готовит, гладит, убирает, выносит мусор и не выносит мозг. Нет, друзья, это не фея, это жена на час. Есть такая услуга. Может ли она и вправду заменить жену? Мне уже не терпится проверить этот сервис. Поехали. Сегодня чёрный список проверит услугу «Жена на час» в трёх ценовых сегментах – дешёвом, среднем и самым дорогом. Окей. Я хочу найти жену на час в дорогом ценовом сегменте. Естественно, буду обращаться к услугам агентства. Нашёл кадровое агентство по подбору домашнего персонала. Называется «Марта». Хороший сайт, достойный, достаточно большой спектр функционала у них. А достойный сайт как определяется? Что есть такая крутилка по фотографиям? Достойный сайт. Это всё, что я увидел. Просто покрутить фоточки. Обратимся в это дорогое агентство и уверен, что сегодня мы получим сказочный вкусный ужин и абсолютно чистую квартиру. Ага, уборка и готовка. Окей. Обращаемся. Встречает жену на час лично Ренат. А помогать оценивать работу специалистов будет руководитель клининговой компании Светлана. А чё это мы так? Так она сейчас увидит. Такая нихрена себе, какой звёздный гость. Надо ему там прям вообще всё вылизать. Курс. Нет? Анна, добрый день. Проходите. Задача какая? У меня сегодня вечером приходят мои партнёры, они из Франции. У меня сегодня здесь будут французы. На кухне, соответственно, нужно будет приготовить улиток, всё в холодильнике. Удивительно, что он проверяет, знаете, типа, ну, как по мне, если его узнали, то мне кажется, она будет очень стараться. А это немножечко как бы не то, чтобы нелогично, но неправильно. Далее, эээ, петух. Ну, я думаю, что из петуха надо будет приготовить что-нибудь вкусненькое. Овен, знаете такое? Нет. Не знаете, да? Смотрите, я решила, что приготовиться вам понравится. Ну, доверьте меня. Я доверяю, доверяю, да. Анечка, очень хочу, чтобы было вкусно. Я хочу, чтобы французы сегодня были все в шоке. И ещё у меня к вам большая просьба. Анечка, скажите, вы знаете, как правильно сервировать? Знаете, сможете на четверых сервировку сделать? Да, покажите, что для сервировки. А здесь всё, что на кухне, всё ваше. Рубашку погладить, костюм нужно будет подготовить. У меня здесь кошка, поэтому немножко он немножко в счастье. Можете посмотреть, да? И, если не сложно, да, по поводу обуви тоже посмотрите, почистить нужно будет чуть-чуть. Здесь слегка можно прибраться. Скажем так, она не подала виду, знает она его или нет, сложно вообще определить. Я вообще повар. А вы повар. Очень странно, ведь в анкете... А что написано? Домработница анкета, да? Ну да, уборка дома, в том числе больших площадей. И опыт работы повар-домработница, в смысле? ...которую нам предоставило агентство, указано, что в профессиональные навыки Анны входит... Уходят глажка, стирка, приготовление пищи. Уборка, стирка, глажка и уход за гардеробом. Что ж, оценим Анну как повара. Ладно. Первое впечатление, да, это профессионал, который хорошо поставил свои границы. Причем с границами у нее все хорошо. То есть она сразу сказала, что она не для уборок. Она сразу сказала, что она повар. Ведь мы в агентстве запрашивали и повара, и уборщицу, которая должна и погладить, и убрать. В народе еще называют таких специалистов жена на час. Почему она обозначена? Говорит, нет, я только повар. Человеку дана неполная задача, если она не знает свои задачи. Агентство ей дало. Агентство, я думаю, что да, здесь их коммуникация совсем нарушена. Ну так это минус агентство. Однократно озвучил, что сегодня ожидается приезд французов. Приготовит ли Анна блюдо из петуха по французскому рецепту или будет делать по-своему? А как выглядит по французскому рецепту? Из лап петуха сделать жабичьи лапки? Как это по-французски? Нам нужно приготовить французский кулиток и блюдо из петуха. Коковен. Это классическое французское блюдо из петуха в Вене. Это сразу нажрался и нажрался в прямом и переносном смысле. Нажрался петухом. Такой, ну типа и наелся, и напился, да? И выпил, и закусил одновременно. Обжаривается до золотистой корочки. А затем томится в красном вине. Мы оставили два вида вина, красное и белое. Интересно, каким воспользуется Анна? Хотелось бы все-таки, чтобы эта рецептура была максимально приближена к классическому французскому варианту. Но, похоже, французы сегодня будут дегустировать другую версию. Анна, предварительно не обжарив петуха, кладет его в обычную воду. Но я считаю, она могла бы спокойно воспользоваться интернетом. Ютуб в помощь. Да, сейчас информацией там валом. Анне также необходимо приготовить улиток. Может, она знает, как приготовить их во французском варианте? Она с кем-то разговаривает. Что она там жарит в сковородке? Постоянно смывает. Я не пойму, у нее горит там что-то или что она добавила? Она добавила воды. А что это она делает в сковородке? Есть понимание у вас? Нет. К сожалению, нет. Пока непонятно, что конкретно готовит Анна. Но она уже приступает к сервировке стола, о которой просил Ренат. Интересно, знает ли наш специалист Анна тонкости французской сервировки? Мы специально оставили два вида скатерти. Тканевую, которая подходит для французской сервировки. А также обычную клеенку. Посмотрим, за каким столом сегодня будут ужинать французы. А за обычной клеенкой кто ужинает? Ага, ну короче, то, что лежало. Анна взяла ту самую скатерть, которую я ей подложил. Это скатерть для французской сервировки. Блин, на нас еще видно, что маленькая эта скатерть. Ну типа... К сожалению, не подходит. Это подкладывают младенцам на кроватку, чтобы они не описались. А, это пеленка? Да, чтобы не испортили матрас. Вот такая клеенка под пеленку, да? На самом деле, на верхней полке... Даже смотрится дебильно с этой клеенкой. Тут реально, ты посмотри на это. Лежит подходящая скатерть, которая куплена прямо во франции. Подходящего размера, да? Ставим минус. Ренат решает выйти на кухню и узнать, что за блюдо готовит Анна. Напомним, что в задачи входило приготовить петуха и улитки для французов. Как вкусно пахнет здесь. Бедная, аж перезернула ее. Вы знаете, очень вкусно пахнет. Сегодня прям... Это будет французский петух, да? Французское блюдо. Это петух. А, это что? Говядина. Форель? Говядина. А, говядина. Стоп. Вообще, шикарный повар. Мне кажется, реально. Ладно, она, наверное, его даже не узнала. Мне, пожалуйста, приготовить петуха. Хорошо, я вас поняла, это говядина. Я же хотел петуха. Ну да, говядина. Мы ничего из говядины готовить не просили. Ну, на самом деле, конечно, друзья, я в шоке. Я думаю, вы все слышали, что было четкое задание. Приготовить улитки и блюдо из петуха. Да, я поняла, будет говядина. Я решил, что вам улитки не нужны, будет рапаны. При этом на плите я вижу, что у нас есть рис вареный. И готовится блюдо с говядиной. Ну, это и все. Я не вижу ни блюда из петуха, ни тем более улиток. Я просил Анну подготовить обувь, почистить. Обувь стоит нетронутая. Я еще просил их сделать такой легкий убор, небольшой, прибраться в комнате. Естественно, в комнате ни к чему не прикоснулось. Полный флакат. Видим, сервировка есть, но не французская. Видим, блюда приготовлены, но не французские. Ну, то есть, все, что-то сделано, но все так, как бы, да, не до конца правильно. По-своему. По-своему. Ты ни хрена себе по-своему. Ты заказываешь нахрен повара и человека, которого просили, чтобы убрался в твоем доме. Он ни хрена не убрался, и ты попросил приготовить петуха, у тебя говядина. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, если это было, наверное, там, подруга тебе пришла просто помочь бесплатно, а ты, блин, платишь тому человеку деньги. Настало время и нам завершить эту проверку. Шикарно. Но по-своему, при камерах. Анечка, наша золотая Анечка. Я хочу вам представиться, Анечка. Кто это? Меня зовут Ренат Акзамов, я телеведущий проекта «Черный список» на телеканале «Петух». «Пятница». Чего так тихо говорит? Вы умничка. Все это время мы за вами наблюдали. Ну, надо понимать, какая она умничка. Вы молодец. Боже. К чему я? Анечка, вы молодец. Не надо смущаться. У меня лично к вам, как к специалисту, вообще претензий нет. Вы, человек, как прямо очень быстро все делаете. Очень профессионально. Видно, вы очень круто работаете. Она очень тихо разговаривает. Но у меня есть претензия к агентству. Почему? У нас был сегодня запрос в агентство. Уборка, глажка, стирка. И нам сказали, мы вам пришлем специалиста, который это все сделает. Я не говорю. Агентство прислало ваше резюме. А в резюме у вас написано. Приготовление еды. Уборка, глажка, стирка. В самом резюме. Это написано, что вы не только повар. Я повар. Агентство вам сказало, что надо будет еще убрать? Нет. Нет. Я вам не давал задание готовить блюда с говядиной. Я вас не просил готовить рис. Я вам сказал, петух, а тут говядина. Потому что, когда дается четкий запрос, что нужен специалист, который погладит, уберет и приготовит французские блюда. Он еще реально мягко пытается культурно так вот очень мягенько все подвести, не обидеть. С французской сервировкой. А то, что мы видим на столе, это красиво, круто, по-авторски от Анны. Вот так себе комплимент. Агентство должно было сказать, что у нас такого специалиста... Давайте, когда насрал на пол, ну это по-авторски отчин, да, конечно. Кавелдик по центру комнаты. Ну да, я художник, это хвит. Да нет. Либо давайте вам пришлем два человека. Один, который будет гладить, убирать, а другой повар французской кухни, который вам приготовит французскую еду. По правилам нашего проекта, тот специалист, который безупречно выполняет свою работу, получает удвоенный гонорар. Он реально очень мягко и доносит. Тот специалист, который с заданием не справился, или та компания, попадает в черный список. Сегодня я вижу перед собой талантливого специалиста, который умеет вкусно готовить. Но вы попадаете в черный список. Но при этом есть агентство, которое нашу услугу не выполнило. Ну тут не только агентство. Она даже сказала, что она повар. Тут не проблема только в агентстве. Ты сказал, что я хочу петуха по-французски. Да-да, я сделаю петуха. Я по-своему сделаю петуха вам. Будет говядина. Нахрена я петуха купил? Не знаю. Я решил, а говядина с рисом вам понравится больше. Я считаю, то, что вы делаете, это не заслуживает для того, чтобы попасть в черный список. Это объективно. Но и удваивать гонорар не считаю нужным. Потому что сегодня эта услуга не закрыта. Чего? Ну как по мне, что-то он чересчур ее пожалел. Не самый худший вариант. Ну вообще готовила не то, что надо там. Вообще не все то, что нужно брала и так далее. Какого хрена? На очереди жена на час сосредо... Мы вас не заносим в черный список. Мы вообще попросили убрать комнату, квартиру. Вы нихрена не убрали. Попросили вас приготовить то, что мы хотели. Вы нихрена не приготовили. Засервировали не тем, чем... Вообще, блин, все мимо как бы. Ну то, что только готовила. Вы молодец. Как это работает вообще? Да, филиппинки в последнее время активно завоевывают российский рынок. Они предоставляют достаточно широкий спектр услуг. И няни, и домработницы, и уборщицы, кто угодно. Вот и сейчас мы ищем как раз такого же специалиста широкого профиля. И желательно филиппинку. В интернете на самом деле большое количество агентств, которые предоставляют услуги именно таких сотрудниц, профессионалов. Ну вот мы нашли агентство «Семья и персонал». У них домработница, няня, сиделки. А тебе написано, что они филиппинка. Нам нужна именно домработница. В этом агентстве нам порекомендовали некую Аниту. Мы с Анитой связались. Анита сказала, не может. Предложит свою подругу. Списали с ее подругой Мэри. В итоге, наконец-то, Мэри к нам приедет. Ой, прям на английском языке. Неудобно, что нам пришлось проделать такую длинную цепочку. Хотелось бы получить, конечно, от агентства сразу человека. Но уже ладно. Проделали, проделали. Ждем тебя, Мэри! Встречает жену на час из Филиппин наш тайный агент Дарина. Сегодня ей требуется помощь в уборке, стирке, а также приготовлении еды. Ну, тоже, что и предыдущая, по факту. Здравствуйте. Заходите. Заходите. Детская комната. Здесь нужно приобраться. Клин? Yes. Клин. Смотри, молодец, пришла в маске. Маске. Светлана, я считаю, что Мэри... Маски – это шикарно. Это шикарно. Плюс пришла в маске. Такие мужские шорты. Кроватку застелить. Клин? Клин, это? Yes. Здесь. Необходимо постирать буховик. This? Ваш? Yes. Ваш. Нужно приготовить только борщ и котлеты. Борщ? Кукин? Да. Нет. Нет. Хоть так и будет насрано. Он лицет только борщ и котлеты. Мэри приступает к работе. И начинает она с телефонного звонка. Капуста. Капуста. Диктует рецепт борща. Я знаю просто шикарно филиппинский. В смысле поджарить лук, морковь? Она говорит, что с этим нужно дать? И биф-паф? И биф-паф. Она говорит, биф-паф – это отбивная. Куда, говорит, ее класть? Ринат знает филиппинский. Бедная девочка, говорит. Мне ее жалко. Ей привез и говорит, это есть потом. Мне кажется, она не так это говорила. Ну, представь, что это так было. После онлайн-консультации Мария все-таки приступает к приготовлению борща. И биф-паф? Мы подготовили два куска мяса. Ну, один просроченный, да? Естественно, один из кусков просроченный. Просроченное мясо мы оставили на столе, а хорошее в холодильнике. Посмотрим, обратит ли Мари внимание на сроки годности. Не обратит. Она очень резко его взяла. Мари взяла просроченное мясо, друзья. Мне так обидно. На Филиппинах это считается мясо с легкой выдержкой. Оно стоит дороже. С легким душком. И она не помыла мясорубку, по-моему. Вы не видите, крутить там что-то. Она и мясо, по-моему, не мыла. Друзья, могу вам сказать, что Мария не знает, как пользоваться нашей советской мясорубкой. Она перекручивает мясо в воздухе. Друзья, это трэш. Трэшак, честно хочу сказать. Она использует эту мясорубку как тренажер. Посмотрите, это уникальная технология. Мясорубка в воздухе. Друзья, на самом деле мы оставили грязную мясорубку. Там были остатки старого заветренного мяса. Никто эту мясорубку не помыл. Да. Сразу начал использовать. В принципе, ничего плохого. Мясо все просроченное, но... Фарш из просроченного мяса готов. Она все-таки перекрутила в воздухе, да? Борщ из просроченного мяса уже начинает вариться. А я что-то не понял. Нахрена ей фарш был? Она фарш в борщ бросает? Это что за борщ такой из фарша? И Мари переключается на выполнение следующего задания. Стирку пуховика. Очень приятно, что Мари проверяет карманы, прежде чем отправить белье в стирку. Но... Это правильно. Мы подготовили уловку. А, там деньги, да? В кармане лежат деньги. Сейчас проверим Мари на честность. Не, нашла спокойно, сразу. Опа. Молодец. Деньги выложила. Молодец, не стала брать. Сразу, даже не раздумывая. С честностью у филиппинской жены на час все в порядке. Посмотрим, знает ли она технологию стирки пуховика. Ну, мячики еще бросают, я знаю. А пуховик нужно стирать отдельно. Во-первых, без стирального порошка. И, во-вторых, для пуховиков существуют специальные шарики, которые мы положили на стиральную машину. Их нужно во время стирки добавлять, чтобы пуховик не сбился в один комок. Похоже, Мари этого не знает. А я не знал, что реально в пуховик не добавляют моющее средство. А что, просто так водой это все выполаскивается и все? То есть, никакое моющее средство ты туда не добавишь? Она уже добавляет в машинку порошок. А почему? Мари сложила все белье в стиральную машину и сделала это единоразово. Там и вещи, и пуховик. А, все за раз? Пока пуховик медленно уничтожается в стиральной машинке, Мари приступает к следующему заданию. Уборки детской кроватки. Под простыней мы оставили коричневый сюрприз. Как вы думаете, что это? Ну, видно, что это не насрали, что это шоколадка. Шоколад? Опачки, друзья. Смотрим. Ну, а что, смотрите, она поймет, что это шоколад. А что сделает Мари с шоколадным пятном? Слежит его. Она должна его обработать. Там точно снимается на матрасник. И стирка? И дальше что нужно снимать? Ну, постирать его. А мне кажется, этот на матрасник сейчас перевернется не с головой и будет а-ля типа чисто. Может, на этот раз Мари сделает все правильно и по технологии? Я прав? Не видно грязи, равно нету грязи. Где грязь? Ты видишь грязь? Я не вижу грязь. О, пышки. Значит, ее тут нет. Молодец. Перевернула. Перевернула. Да. Ставим Мари за креативность плюс. А за неочищенное пятно минус. Да. Мари возвращается на кухню, так как борщ уже закипает. Папандос. Ест сейчас с кастрюли обратно. Слюнявые ложки засовывает обратно в борщ. Еще раз ест. Вытащила волос. И еще раз постряхнула слюни. Ну, в принципе, ничего лишнего. Что я могу сказать? Очень приятная женщина. Видно, очень работоспособная. Ни грамма не стояла. Филиппинское гостеприимство. Не курила, не болтала прям. Реально человек работает. Но все-таки мы хотели получить услугу. Мы ее получили. А вот в каком виде сейчас мы выйдем и лично в этом убедимся. Пошли. Сейчас опять скажем, была шикарная женщина. Прям удвоем ей гонорар. Привет. Привет. Мари. Мари. Меня зовут Ренат Акзамов. Телеканал «Пятница». Программа «Черный список». А, программа? Да. ТВ. 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 Вы сюда пришли в маске. Маска. Фантастик. Да. Маа. МАНИ. У ждого. Ты не задумываешься. Да. Фантастик. Легендарная личность. Мари. Спасибо большое. Есть только маленький проблем. Ага. Все вещи. Нужно комморажка. Да, да. Да, супер. Все вещи. Мертв. 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 Матрас. В английском языке? Бабий крем. Бабий крем. Шоколад. 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 Я только с кем. У нее добрые глаза, знаете, сказать, что она какой-то прям плохой человек нет, язык не повернется, но сказать, что выполняла свое задание прям хорошо, тоже язык не повернется. Ренат, знаете, он мягкий, он пытается не обидеть по возможности, он не так не уничтожает жестко и так далее, он пытается максимально все очень мягко и по-доброму. Друзья, я хочу сказать отдельный респект за честность. Нужно внимательно смотреть на сроки годности мяса. Минт 5 дней назад... Экспир. Экспир. Извините, потому что она думала, что она нормальная, я думала, что она нормальная. Лук. Джудай. Огуст 17. 5 дней, да. 4 дней, 21 минут. Да. Вы никогда не использовали эту мясорубку? Я не знаю эту. Нет? Я сразу понял, что у меня не было времени. Май дарлинг, Мари, надо было быть здесь. Не достаточно. Мари, Мари. Смотрите, Мари. Смотрите. Смотрите. С СССР технологии. Мари. По правилам нашего проекта, я не знаю, как сейчас это сказать на английском языке, я не смог сейчас зрители. Будут смотреть сегодня это до конца дня, поэтому скажу на русском быстро, потом Мари, мы переведем. Если работа выполнена безупречно, мы удваиваем гонорар. Если работа выполнена ужасно плохо, то мы заносим в черный список. На выходе, конечно, мы не имеем то, ради чего Мари появилась здесь. Вы в предыдущий раз не имели того, ради чего была у вас предыдущая тоже здесь. Но вы ни хрена ее не влезли в черный список. Она не выполнена, вообще ничего такого, что вы ее попросили. Вообще все было мимо. Ни уборки, ни правильной готовки, то, что хотели, и... ...об этом говорить, но тем не менее, все-таки я должен быть за справедливость. Я должен быть за справедливость. А предыдущая ядрит по справедливости, то есть эту мы сейчас засадим, я не спорю. Ей за что прям не... А предыдущая прям молодец была. Как бы агентство хреновое было, а вот она... безупречно. Мастер. Вы все видели, и мы выявили огромное количество минусов. И к моему глубокому сожалению скажу это очень тихо, без эмоций, скажу это прям закрыв глаза. Мари, прости меня, пожалуйста. Но мы заносим Мари в черный список. Для меня тайна, почему предыдущая не попала в черный список. Продолжаем эксперимент. Ренат ищет жену на час в недорогом ценовом сегменте. По традиции воспользуюсь сайтом, где люди размещают свои объявления. Нашел первое попавшееся резюме. Жена на час, стоимость 3000 рублей, стирка, глажка, готовка, специалист широкого профиля. То, что нам как раз здесь и необходимо. Цена за час, выезд, только по Москве, без области. Супер, списываемся. Встречают жену на час наш тайный агент Вадим. По легенде, его настоящая жена возвращается из командировки. А сразу нужно помочь привести квартиру в порядок. Наверное, поняли, что они его знают? Вот я договорилась, мне сказали, что уборка нужна. Да-да-да, пойдемте покажу. Что-то она такая, конечно, перепуганная немного. У меня жена приезжает. К ее приходу нужно убрать комнату, где немного потусывался. Первое, хочу сказать, пришла уличная обувь и даже не переоделась. Жесткий минус. Да и пошла дальше тоже в кроссовках и во всем. Уличная обувь. Убрать все следы, соответственно. Вот, женские следы. Если найдете, их нужно ликвидировать. А-ля, типа, он изменял жене и так далее, нужно все поубирать, да? Понятно. Женщины, знаете, определяют, была женщина в квартире или нет. Собственно, она была. Надо сделать, чтобы она не была. Такая женщина ничего не увидела. Постирать вещи, которые я дам в машинке. Это погладить. Помыть стаканы пластиковые. И испечь. Помыть пластиковые стаканы. И поставить их сушиться и вот туда вот сервантик. Этот пирог. Хорошо, ну, с пирогом, честно скажу, попробуйте. Потому что очень давно не пекла, но боюсь просто закосячить. Ну, хотя бы честно призналась. Я могу сразу записать, что она сразу призналась, что у нее пирог может не получиться, она давно не пекла. Хотя, типа, повар, но... Хотя бы она заказчик об этом предупредила. Вы должны понимать, что, ну, человек все готовить не умеет, как бы, ну, вызвали повара, ну, пирог не может. Хотя бы призналась, окей. Сказал об этом честно. Да. Не корчила из себя великого мишленовского повара. Окей. Лера приступает к работе и начинает уборку в комнате. Она что, не разбилась? В кровати большое количество женских волос, на одеяле, на подушках, под подушками. Заказчик поставил задачу избавиться от женских следов. Она реально продолжает в личные обуви убирать? Вот посмотрим, справится с этой задачей Лера или нет. Или мне кажется. Вывалился женский пеньюар. Да, это тоже след, на который должна Лера обратить внимание. Интересно, как поступит с этим пеньюаром наш специалист? По идее, она же не знает, это чей. Как минимум, Лера должна посоветоваться с заказчиком. Что с ним делать? Это чей. Пока непонятно, как Лера поступит с женским пеньюаром. Но все женские волосы с кровати она убирает. За что зарабатывает еще один плюс? Ну, как убирает? На пол стряхивает. Лера приступает к стирке вещей. И тут ее ждет еще одна ловушка. Все вещи, которые лежат на стиральной машине, они прямо с магазинными бирками, с ценниками. И мне интересно, предварительно Валерия срежет их или нет. Так, 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 подходит, подходит. Интересно. Что, так и закинет. Да, вон там вебил бирку одну. Да, ты посмотри. Вот так, друзья, как можно стирать вещи вместе с картонными ценниками? Вон реально было видно, прям бирка аж светилась, прям аж мелькнула. Иди, пожалуйста. Там шерсть и шелк. Минус. И белый цвет. Сейчас посмотрим, как Лера справится с мытьем стаканов, о которых просил заказчик. Пластиковый стакан. Лера долго искала моющее средство, так его и не нашла. В итоге начала мыть посуду без моющего средства. Светлана, скажите, как специалист, что в таком случае должен был сделать профессионал? Я думаю, что в первую очередь спросить, по крайней мере, средство попытаться, да? Да согласен, типа, в чем проблема спросить? Простите, я не могу найти моющее средство, где оно у вас? Простите, ты что с этим пионюаром делаешь? Он же не ушел, правда? Хозяин скажет, что он не ушел. У нас дается сюда мойка. И она стоит, ее можно заряжать. Включить. В любом случае, без средств можно заряжать. То есть, она бы помоет на 90 градусов и вычистит посуду. Ну, не 90 там градусов, не преувеличивайте. Зато Лера моет не только стаканы, но и всю посуду на кухне. Хотя об этом ее не просили. Я думаю, что у Леры мало, конечно, опыта. Но она старается. Мы специально попросили нашего агента появиться в квартире, чтобы проверить, сообщит ли Лера о найденном женском пенюаре. Черная кофточка. Не знаю, ваша жена, не ваша жена. Ага, молодец. А вот это плюс. О находке Лера сообщает. Следующая проверка на честность. Наш агент случайно упомянул о потерянном кольце. Где-то я кольцо, короче, потерял здесь. Ну, оно было здесь где-то, наверное. Посмотрим, насколько наша Лера честна. Она его туда нашла? Колечко вот... А, нашло. Вот такое вот нашло. Ага, хорошо. С честностью у Леры все в порядке. Теперь проверим, насколько она старательна. Вот там собачка что-то лежит. Мы специально на ковер положили кусочек шоколада и растопили его феном. Ну, такой, убрать ковер. Шоколад впитался в ковер, и посмотрим, как этот ковер будет убран, как она справится с этой ловушкой. Без чистящих средств специальных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не выбрала. Она оттерла пятно на ковре. Молодец. Да, тряпочкой. Без средств одной тряпкой. Серьезно? Да. Она уникальная. Это уникальная девочка. Ну, ей так фортануло, да. Могло быть и хуже. Настало время поговорить с уникальной Валерией при камерах. Лерочка, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ренат Акзамов. Телеканал «Пятница». Здравствуйте. И с вами проект «Черный список». Мы все это время за вами наблюдали и оценивали вашу работу. Вы можете утюг положить. Мы же вас не обижаем. Хотим с вами познакомиться. Вы очень хороший человек. И очень, очень ответственный. И вы очень старательный. Видно, с какой любовью, с какой душой вы здесь все делаете. Я просто, знаете, просто как-то так не ожидала. И я просто не знаю, что вы от меня хотите сейчас. Боже, боже. Лерочка, не вздумайте переживать. Нет, нет, нет. Мне же даже тоже неудобно стало. Мы, на самом деле, очень хороший, светлый, добрый проект. У нас зажатый. Это телеканал «Пятница». И мы зачастую проверяем и компании, проверяем и частных мастеров. Но что они способны? Вы сегодня не от компании. Вы сегодня частный мастер, который пришли сюда. У вас опыт есть в этой отрасли? Ну, если честно, я вот... Честно? Только честно? А? Я вот только решила попробовать. Сегодня первый выставок? Нет, только честно. Честно говоря, да. Серьезно? Правда? Да. И знаете, я вот еще очень испугалась, когда мы зашли. Потому что я гладила, стояла, думала, как я вот буду хозяину объяснять о том, что пирог печь не в чем и не из чем. Потому что в холодильнике творога нет, который сказал, что будет купленным. Короче, девочка решила подработать и так далее. Не, ну на это можно уже тогда сделать скидку. Что она вообще-то... Она только разместила заказ. И это прям ей так фартануло попасть на проверку. Я представляю, почему-то она такая перепуганная. Думает, господи, заходят люди с камерами, блин. Сто пудов попало фильм для взрослых. Все. Пиши, пропало. Ну, прикиньте, человек первый день на работе, тут и такая подстава вообще. И формы для запекания я тоже не нашла. Я вот стояла, думала, переживала. Туда объяснить еще про пирог, на котором он так настаивал. Это реально ваш первый выезд? Да. Серьезно? И вы так... И вы так... Ренат, я думаю, что мне этого человека надо взять к себе на работу. Однозначно. Смотрите, рядом с нами... Боже, она бедная, перепуганная. Рядом с нами находится Светлана. У нее свое большое агенство по клинингу, которая занимается организацией уборки. Светлана, и дайте обещание, что вы нашу Верочку поддержите. Клинусь. А я проверю. Клинусь. А вы в Москве недавно? Да нет. Я живу в Москве. Давно просто... Тихо, тихо, тихо. Ну, закончила институт. Потом строилась на работу по специальности. Потом решила попробовать свой бизнес, но не сложилось. Ну, прогулялась специальности. Потом уже прошло просто время после окончания института. И я понимаю, что мне по специальности уже на работу вряд ли возьмут. И поэтому, ну, стараюсь вот как-то, так сказать, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Мне жалко ее. Друзья, я на самом деле на правах ведущего программы «Черный список» хочу сегодня сломать наши устои, сломать наши правила. Я считаю, что сегодня мы обязаны помочь человеку, который находится на выезде, который находится в непростой для себя ситуации. Я думаю, что, может быть, у вас что-то не получалось в жизни, потому что вы были одна. А сегодня вы уже не одна. Сегодня вы часть канала «Пятница», сегодня вы часть нашего проекта. И сегодня я очень надеюсь, что часть команды Светланы. Да, это точно. Вот такой какой-то такой финал получился необычный, да? Ну вот и все. Вот такая вот у нас получилась проверка. То есть, ну, прям, да, в какой-то момент, если честно, мне тоже как-то ее стало жаль, прям так расплакалось, даже не знаю, что сказать. Ну, я так и не полудвой, или там гонорар, или нет. Ну, как для первого тогда раза, очень даже и неплохо. Да, были нюансы, но, блин, слушайте, для первого раза. Ну вот как-то так. С радостью прочитаю ваши комментарии. Как вам? Жены на час. Увидимся в новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...